Обед – время, когда можно, не торопясь, пообщаться с коллегами и набраться сил, чтобы отправиться дальше помогать людям. Для участников движения «Волонтеры-медики», которые в период самоизоляции поддерживают пожилых людей, в штабе Общероссийского народного фронта организована выдача горячего питания. Как рассказывает один из волонтеров, Георгий Миронов, порой, выполняя задания, не всегда получается перекусить. Но, помогая другим, нужно и о своем здоровье не забывать. Во-первых, еще один важный момент, это именно для тех волонтеров, которые выезжают, это быть уже заранее покормленным. Потому что у нас строгий маршрут от точки А до точки Б. Сначала мы доезжаем до магазина, там забираем вещи, доезжаем до человека нуждающимся, ему вещи передаем. И тут не всегда есть возможность поесть. И всегда бывает, что могут быть какие-то форс-мажорные обстоятельства. Если человек уже сыт и хотя бы одной проблемы меньше. Перед тем, как волонтеры отправятся по делам, с ними проводят инструктаж. И так каждый день. О безопасности помнят и во время обеда. Столовую пускают только группами, не больше 25 человек. И рассаживают их на расстоянии. По-другому не получится, потому что люди у нас на задании ездят. И у нас не бывает одного момента, много людей находится в штабе. Поэтому это группы, это безопасность. И я думаю, что мы справимся. Кормят волонтеров бесплатно. Комплексные обеды ежедневно предоставляет по собственной инициативе ресторан. Социальный партнер Общероссийского народного фронта. Директор заведения от комментариев скромно отказался. Но отметил, главное, что те, кто помогает людям, накормлены. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.